Которая прошла биоревитализацию, можно ей делать? Они прекрасно сочетаются. Давайте поговорим, с чем сочетается, с чем нет. Если вам нужно очень быстро провести реанимационные мероприятия с кожей, восстановить, сочетайте нидлинг с биоревитализацией. Начинаете вы с нидлинга, через неделю гиалуроновая кислота, через неделю нидлинг, то есть мы интервал две недели соблюдаем и там, и там, но делаем в шахматном порядке, получается, нидлинг гиалуронка, нидлинг гиалуронка. Не будет быстрее рассасываться? Нет. А после пилингов? Вот 4 недели, как минимум. То есть с пилингом, здесь ситуация следующая, пилинг истончает, это утолщает. Поэтому сделайте курс пилингов, дайте восстановиться полностью, и уж потом утолщайте новую эту тонкую кожу. То есть вначале пилинг. А в промежутке между процедурами нидлинга можно какой-то уход? Конечно. То есть обычный уход с масочками? Да. С массажем? Да. Но при этом кислоты можно каким-то глибок применять? Нет. Маленький даже нельзя? Нет. Если пациент пришел к вам и сказал, что после процедуры было шелушение, то есть выражен гиперкератоз, и есть чему отшелушиться. Очень хорошо. Я вам покажу потом, когда у нас будет с масочкой пациент лежит. Есть здесь в этой линии порок смазк, тыква с корицей, органические кислоты. И вы можете перед процедурой нанести сначала порок смазк, до полного высыхания смыть, а потом уже раскатывать. Либо можете продавать, рекомендовать таким пациентам это как уход дома. То есть там нет травмы, просто растворяется роговевший этот верхний слой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова